Доброе утро! В эфире канал Россия. Итоговая информационная программа событий недели. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов представил утвержденный состав обновленного правительства республики во главе с председателем Муратом Аргуновым. О новом кабинете министров Мурат Джанкёсов. В соответствии с Конституцией республики председатель правительства представляет на утверждении главе республики структуру и персональный состав правительства, который состоит из восьми вице-премьеров. Первый заместитель председателя правительства Хазер Чекуев, заместители Дмитрий Бугаёв, Ирина Гербекова, Мадина Гогова, Евгений Гордиенко, Евгений Поляков, Джанебек Суёнов и Мурат Суёнчев. Всего в правительстве насчитывается 16 министерств. Кабинет министров обновлен почти наполовину. Ключевые посты занимают уже проявившие себя опытные министры Казим Шаманов, Зурапар Гирбов, Инна Кравченко, Анзор Баташев, Рашид Узденов, Русан Шаков, Алина Кохов, Роман Баскаев, Альберт Кумуков и Расул Тикеев. Из новых лиц в Кабмине министр промышленности, энергетики и транспорта Хизер Бараногов, министр финансов Вадим Камышан, министр цифрового развития Валерий Медовый, министр природных ресурсов и экологии Диана Качкарова, министр строительства ЖКХ Ренат Семёнов. Вновь создано Министерство по делам молодёжи. Возглавил его Ибрагим Татаркулов. В свою очередь, председатель правительства Мурат Аргунов выразил уверенность в том, что активная работа по улучшению социально-экономического развития и повышению качества жизни граждан будет продолжена. Цели задачи, которые стоят перед правительством, для нас ясны и в части социально-экономического развития региона, и в части благосостояния наших граждан. Но хочу вас доверить, что мы приложим все усилия для того, чтобы оправдать вашей надеждой и надеждой наших граждан. Рашид Тимрезов обозначил перед новым кабинетом министров задачу тщательно подойти к вопросу назначения заместителей министров, которые, согласно закону, утверждаются президиумом правительства. Мурат Шантьюзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии непростая эпидемиологическая ситуация из-за роста заболеваемости, заявил на этой неделе на пресс-конференции главный санитарный врач республики Сергей Бескокотов. Он принял решение о категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Также сообщил о важности соблюдения санитарных норм. О том, кому необходимо пройти вакцинацию и будет ли введен карантин, узнавал Алихан Лепшоков. С августа начался подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В среднем ежедневно регистрируется до 60 случаев ковида. Главный санитарный врач Карачаева-Черкесии Сергей Бескокотов подчеркнул, что в возрастной категории среди заболевших в основном трудовое население. Проанализировав ситуацию с заболеваемостью за последние 4 недели, я принял решение о необходимости расширения контингента лиц, жителей нашей республики, подлежащим обязательным прививкам против новой коронавирусной инфекции. Дело в том, что при анализе возрастных групп, которые чаще всего болеют, мы установили, что больше всего заболевает именно работоспособное население. Лица возраста от 30 до 60 лет. Данная категория граждан очень часто контактирует и не соблюдает все эпидемиологические меры, заверил главный санитарный врач республики. Поэтому все они должны пройти вакцинацию. Также Сергей Бескокотов рассказал, что они отслеживают ситуацию по заболеваемости, и в частности в образовательных учреждениях региона. Дело в том, что большое количество преподавательского состава, более 80% было привито у нас еще в летний период этого года. Поэтому среди преподавательского состава очень незначительно заболеваемость, в основном среди тех, которые по каким-то причинам не привились или имеют медотводы. А то, что касается детского населения, заболеваемость у нас выросла незначительно, где-то на 21% примерно с начала этого нового учебного года, то есть за сентябрь-октябрь, пока вот каких-то таких решительных мер мы не предлагаем, но все будет зависеть от развития ситуации. Также жители от 60 лет, которые очень часто заболевают коронавирусной инфекцией, тоже должны будут пройти вакцинацию в обязательном порядке. Для них создадут мобильные бригады, которые будут приезжать на дом или дежурить на улицах. Прииваться можно без проблем, даже не посещая поликлинику и не стоять в очередях. В завершении главный санитарный врач республики обратился к жителям, чтобы они соблюдали все меры предосторожности. Хочу обратиться к жителям и гостям нашей республики. Сейчас у нас очень высокий рост заболеваемости. И в основном происходит это из-за людей. Во-первых, те, которые не соблюдают меры предосторожности, посещают общественные места, включая такие, как свадьбы, поминки, без защитных средств, находятся в общественном транспорте, в магазинах, в аптеках, без масок, а также тех людей, которые до сих пор не сделали прививку. Прививку необходимо сделать в ближайшие дни. Вакцина в республике есть. Прививка абсолютно бесплатная. Помимо этого, есть подъем заболеваемости сезонным гриппом. Поэтому также необходимо привиться, чтобы увеличить иммунную прослойку среди населения. Только так мы сможем остановить рост эпидемии, отметил главный санитарный врач региона Сергей Бескокотов. Алихан Липшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии для больных коечный фонд увеличен до 1045 мест. В связи с этим в Черкесске возобновил работу резервный ковид-госпиталь в микрорайоне Северной. В нем проведена ревизия реанимационного оборудования, приобретены лекарственные препараты, рекомендованные Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции. Проверена кислородопроводящая сеть, пополнены запасы кислорода и средства индивидуальной защиты. Сегодня в госпитале находится 210 пациентов в средней и тяжелой степени с поражением легких от 30% и выше. Для их лечения сформирован коллектив из медиков, имеющих опыт работы с коронавирусной инфекцией. Пару недель назад уже был спад, нас хотели даже закрыть, но вот пошел подъем, коечный фонд нас расширили, и вот на сегодняшний день в госпитале лежит 210 человек. В основном к нам ложатся это средней тяжести и тяжелой степени. Вот сейчас в среднем где-то идут поражения от 30% и выше. Вот если говорить, там в процентном соотношении поражения от 30% и выше. То есть это средняя тяжесть. В основном все больные у нас идут кислородопотребные. То есть мы сразу их сажаем на кислород через носовые конюли, то есть они получают кислород для поддержки сатурации. Сегодня в России профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. К ним относятся строители, инженеры, проектировщики, ремонтный и обслуживающий персонал, а также работники предприятий, которые изготавливают материал для строительства дорог. В Карачево-Черкесии за последние несколько лет построили и отремонтировали километры дорожного полотна. Появились новые современные трассы как федерального, так и республиканского значения. Работа продолжается и сейчас на разных отрезках. У дорожников нет выходных, они всегда на своем рабочем месте трудятся при любой погоде. Альбина Ламкова расскажет о том, что уже сделано и что еще предстоит выполнить работникам дорожной службы. В ведении управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» находится свыше 325 километров от дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территории Карачаева-Черкесии. Дорожники занимаются модернизацией всей сети в рамках проекта строительства и реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорожного полотна. Стоит отметить, что во всех населенных пунктах нашей республики, вдоль которых проходят федеральные дороги, устроены линии электросвещения. Практически все подведомственные автомагистрали соответствуют нормативным требованиям. Особое внимание уделяют трассам, ведущим курортам республики. На пути к курорту Дамбай Карачаева-Черкесии устроили слои износа и отремонтировали мост. Речь идет о 6-километровом отриске Усть-Джигута, важной, федеральной автодороге А-155 и искусственном сооружении через реку Гедыш рядом с Тибердинским заповедником. По заказу ФКО «Упрдор-Кавказ» дорожники на участке с 16 по 23 километр трассы Черкесск-Дамбай устранили дефекты существующего покрытия и устроили защитный слой по типу слоресил. В этом году в нашей республике капитально ремонтируют 11 километров федеральных дорог. Их расширили с двух до четырех полос. Это второй этап капитального ремонта, который ведется по заказу Федерального казенного учреждения Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ». В прошлом году уже отремонтировано 15 километров. Работу выполняют на участке трассы Лермонтов-Черкес и подъезде к Черкесску от Невиномыска. С опережением графика выполнен капитальный ремонт по расширению до четырех полос девятикилометрового отрезка Эркенхалк-Садовая на подъезде к Черкесску от Невиномыска. Осуществлены работы по укреплению откосов и кюветов. Заменили водопропускные трубы и устроили водоотвод. Большая работа по расширению с двух до четырех полос движения проделана в Черкесске по улице Октябрьска от Доватора до Ленина. Во избежание образования заторов на оживленной городской улице работы велись поэтапно. Дорожники заменили и расширили дорожную одежду. При везде в Черкесск со стороны Пятигорска ликвидируют оползневой участок. Также ведутся ремонтные работы на территориальных автомобильных дорогах. Например, на участке Черкесск-Хабеск запланирована реконструкция пяти километров автомобильных дорог. Все внимание уделяют качеству и безопасности на дороге. Для этого специалисты оснащены необходимой техникой и материалом. Здесь все заняты очень важным и нужным делом, так как хорошие дороги нужны всем и всегда. На этом участке дорожники работают по замене земляного полотна. Затем будут укладывать асфальт. Для того, чтобы не осложнять движение автомобилистам, ремонт дороги проводят по частям, каждая по 500 метров. Это делают для того, чтобы не создавать неудобства автомобилистам. Движение на участке перенасыщено не только из-за местных автолюбителей. По этим дорогам туристы направляются к курортам Архизы Дамбай. Хотел бы от себя лично поздравить всех дорожников, работников дорожного хозяйства, которые работают на территориальных дорогах, на федеральных дорогах, на местного уровня. Потому что эту работу тяжело переоценить. Это люди, которые встают очень рано, выходят в жилетках в жару, в снег. Стараются. Профессия строителей – это единственная профессия, которая созидает. Я хотел бы всех поздравить. Альбина Ламкова, Расул Бердиев. Вести Корчаева, Черкесия. На этой неделе, 15 октября, стартовала первая цифровая всероссийская перепись. И специалисты Росстата будут уточнять социально-демографическое брачное положение образования людей для того, чтобы знать на уровне страны, региона, муниципалитета, как развивать экономику, социальную сферу. Цель масштабного мероприятия – зафиксировать портрет населения России по состоянию на октябрь 2021 года. Об истории и значимости переписи в нашем репортаже. Впервые перепись населения в нашей стране прошла в 1926 году. А всего в Советском Союзе она проводила 7 раз. А после распада СССР впервые состоялась в 2002 году. Тогда же и Госдума приняла закон о всероссийской переписи населения. И с тех пор. Каждые 10 лет в октябре в нашей стране традиционно проходит всероссийская перепись населения. В этом здании работают люди, которые провели не одно подобное масштабное мероприятие. И сегодня, а накануне начала всероссийской переписи населения, идут последние приготовления. Какие? Мы сейчас узнаем. В коридорах управления Северокавказ-Стата идеальная тишина. Только телефонные звонки нарушают ее. Но это не означает, что здесь бездельничают. Нет. Скорее наоборот. Все буквально завалены документами и сосредоточенно трудятся за компьютерами. Ведь на них возложена большая ответственность. Точно, внимательно и скурпулезно они проведут массовое анкетирование жителей. А это цифры, цифры и цифры, от которых зависит сегодняшняя картина и, конечно, будущее нашего государства. В этом году предстоящее, которое у нас завтра начинается, кардинальное отличие – это, мы говорим, первая цифровая перепись. То есть в ходе этой переписи будут задействованы электронные устройства. Переписчики пойдут в народ с планшетом. На которые закачана база его счетного участка. Начальник отдела организации переписи и обследований Кулистан Шадакова рассказывает, что вся территория республики разбита на счетные участки. И за каждым закреплен человек. С 15 октября планируется, что пойдут в народ 897 переписчиков. Есть резервы и стационарные участки, где еще 150 человек будут вести анкетирование. Граждане, которые постоянно проживают в республике, будут отвечать на 23 вопроса. И основные из них сохранились с прежней переписи. Добавлены и новые, касаемо образования, источников средств к существованию. Это не размер дохода. Имеется в виду, работает человек, самозанятый или пенсионер. И есть в анкете еще один новый вопрос. Национальный язык, как вы в повседневной жизни им пользуетесь, это тоже новшество. Потому что, чтобы понять, насколько необходимо скорректировать программы по родному языку. Не говоря о том, что у нас есть малые народы, для которых очень важно сохранить и иметь статистику по ним. И поэтому такой вопрос тоже это новшество. Сама процедура переписи займет не более 15 минут. Принять участие можно и на портале госуслуг или в МФЦ, где граждан будут встречать волонтеры. Это еще одно новшество этого года. А неизменным остается атрибутика переписчика – удостоверение личности и экипировка. Это жилеты и традиционный шарф. Ведь перепись проходит осенью, а это время, чтобы носить красивый теплый шарфик. Результаты предыдущих переписей, и это не только в России, показывают, что замужних женщин больше, чем женатых мужчин. И люди любят занижать свой возраст. К сожалению, такой момент есть. Если мы проникнемся сознанием и внесем свою крупиночку, то государству будет что анализировать, что развивать и что планировать. Аладзинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Ну а сейчас время рекламы, а после мы продолжим. Существует множество способов сделать предложение. Не жди идеальный момент. Бери момент и делай его идеальным. 585 золотой. Тысячи причин услышать. Да. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке Дары Камчатки. С 13 по 17 октября в Доме предпринимателя. Город Черкесск. ГТРК «Регион Тюмени». Налоговая служба информирует о рейдах по выявлению предпринимателей, торгующих на розничных рынках без применения контрольно-кассовой техники. Предприниматели, обязанные применять по виду своей деятельности контрольно-кассовую технику, должны ее установить и выдавать чеки покупателям при продаже товаров и оказании услуг на розничных рынках. На чеке обязательно должен быть QR-код, позволяющий проверить подлинность документа. Контрольные мероприятия проводятся в рамках проекта Федеральной налоговой службы по работе с недобросовестными продавцами на рынках и только в отношении не применяющих онлайн-кассы. И еще об одной дате сегодня исполняется пять лет со дня образования Управления Росгвардии по Карачао-Черкесской Республике. И гость нашей программы – начальник территориального органа, полковник полиции Андрей Пархоменко. С ним встретился Ашмес Пхешхов. Андрей Владимирович, наше интервью выйдет в эфир в день образования Управления Росгвардии по Карачао-Черкесской Республике. Я поздравляю вас с этим небольшим юбилеем, пятилетием и попрошу вас, чтобы вы рассказали о том, как формировалось Управление Росгвардии по Карачао-Черкесской Республике. Был создан приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии 1 октября 2016 года. В 2018 году он был реорганизован в Управлении Росгвардии по Карачао-Черкесской Республике. Хотел бы отметить, что первым начальником Управления Росгвардии по Карачао-Черкесской Республике назначен был полковник Сарпагаров Рашид Азретович. На него взвалилась вся тяжесть формирования управления. Он комплектовал это управление и в том виде, который он существует, это его большая заслуга. Это ему огромное спасибо от руководства и от личного состава. Андрей Владимирович, какие подразделения вошли в Управление Росгвардией по Карачао-Черкесии? В штатную структуру Управления Росгвардии по Карачао-Черкесии входит аппарат управления, подразделение ОМОН, СОБР, Управление вневеренностей на охрану и Центр национально-разжительной работы. Также входит авиационный отряд специального назначения. Андрей Владимирович, в Росгвардию вошли такие подразделения, как СОБР и ОМОН. Я попрошу вас, чтобы вы рассказали о задачах, которые перед ними стоят на сегодняшний день. Вы правильно сказали, эти подразделения вошли в Росгвардию. Это очень легендарные подразделения специального назначения с большой историей. Много выполнили задач по стабилизации обстановки на Северном Кавказе. Много выполнилось задач в особых условиях. 44 сотрудника награждены правительственными наградами. Я хотел бы остановиться на общих задачах, которые существуют перед Росгвардией. Основная задача – это охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Те, которые выполняют не только СОБР и ОМОН, также хотел бы отметить управление вневедомственной охраной. Может быть, эти подразделения не так на слуху у наших граждан. В некоторых случаях где-то менее, так сказать, поощряемые. Но я хотел бы отметить, что эти подразделения, как, например, группы задержания, ребята, которые сотрудники стоят на постах, они находятся на передовой с опасностью. И первыми приходят на помощь наших граждан. Они патрулируют улицы на маршрутах, патрулируют, охраняют имущество граждан. И охраняют общественный порядок в республике. В управлении Росгвардией по Карачаево-Черкесской республике есть подразделение лицензионно-разрешительной работы. И вот я, как гражданин, если я хочу получить разрешение на ношение огнестрельного оружия, как эта процедура должна проходить, чтобы я получил это разрешение? Есть перечень документов, которые расположены на сайте Росгвардии. Там вы можете с ними ознакомиться. Но основными показаниями это является совершеннолетие гражданина Российской Федерации и отсутствие медицинских противопоказаний. Андрей Владимирович, мне 40 лет, и могу ли я к вам устроиться на работу? – И по каким показателям вы принимаете к себе на работу новых сотрудников? – Ашемес, ну хотел бы вас поправить. Мы принимаем на службу, а не на работу. Ну и вам чуть-чуть поздновато, потому что набираем до 35 лет, это вновь прием осуществляется, граждан Российской Федерации, ослуживших службу в вооруженных силах, не имеющих медицинских противопоказаний. И иметь хорошее физическое здоровье, пожалуйста, могут подходить в отдел кадров, проходить собеседование, и в случае наличия мест уже могут собирать определенные документы. – Андрей Владимирович, может быть не совсем корректный вопрос, но я все-таки хотел бы знать, если вдруг выявилось, что кандидат в детстве мучил котов, возьмете или вы узнали об этом? Или знали об этом? Возьмете ли вы такого молодого парня к себе на работу? – Очень хороший вопрос. Я даже свое детство вспомнил. И тут бы хотелось сказать, что мы уже при подборе кандидатов берем более сформированный юношеский возраст. И хотелось бы отметить, что существуют специальные мероприятия, которые проводят психологические тесты, работа психологом, ну и, соответственно, полиграф. Все моменты, которые происходили в раннем юношеском возрасте или уже перед службой, перед приходом к нам в Росгвардию, они все будут выявлены в соответствии с новыми технологиями, которые сейчас существуют. И очень тяжело что-то утаить, что вы в прошлом делали, какие негативные события с вами происходили. Поэтому тут надо быть готовым, чтобы проверят от самого, так сказать, начала вашего, весь жизненный путь. – Вы знаете, я часто посещаю районы Карачаево-Черкесии, школу посещаю и вижу различные классы, которые, скажем так, определенные ведомства их курируют. – Вот у вас какая работа ведется по направлению военно-патриотического воспитания нашей молодежи? – Вы правильно говорите. Военно-патриотическая работа – это особо такое важное направление воспитания нашей молодежи. Действительно, как мы будем проводить работу, такую и молодежь мы вырастим. Это наша смена, это наше будущее, которые встанет, займут наши ряды, наши должности. У нас существует в районах классы Росгвардии. Туда выезжают военнослужащие, сотрудники, проводят на местах работу, показывают фильмы. Также приглашаем мы молодежь и детей в школу. К нам в подразделения, это в ОМОН, в СОБР, в управление вневедомственной охраны, подразделение АВО. Там показывают технику, вооружение. Детям очень нравится это. А в дальнейшем вот эти ребята, которые учатся в подведомственных классах Росгвардии, могут ли они рассчитывать на вашу поддержку при поступлении в высшие учебные заведения? Те молодые ребята, которые оканчивают школу, после 11 класса, если есть желание продолжить службу в рядах Росгвардии, мы оказываем помощь в поступлении в военные институты Росгвардии. После этого они могут после окончания уже проходить службу у нас. На сегодняшний день управление Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике, можно считать, что оно состоялось как управление. Но, как говорится, совершенству нет предела. Вот по вашему мнению, все-таки, что еще необходимо сделать для того, чтобы управление Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике было лучшим управлением в России. Основными задачами считаю повышение уровня боевой готовности, качественное несение службы сотрудниками и военнослужащими, укрепление морально-психологического климата в коллективе. Ну и Федеральная служба войск национальной гвардии, это структура молодая, идет строительство войск, не исключение и управление Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике. На сегодняшний момент хотел бы сказать, что все поставленные задачи перед управлением Федеральной службы войск национальной гвардии по Карачаево-Черкесской республике будут выполнены в полном объеме. Андрей Владимирович, ну и в завершение нашей беседы я прежде всего хочу вас поблагодарить за интервью, которое вы дали нашей программе, и сказать вам, что у вас есть возможность поздравить личный состав с таким вот небольшим, но и юбилеем. Спасибо за встречу. Поздравляю весь личный состав управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе. В Карачаевске торжественно открыли мемориальные доски известным просветителям и общественным деятелям, членам семьи Байрамуковых. Увековечен на память Измаила Хызыровича Байрамукова и трех его сестер Фатимы, Тамары и Зои. Из Карачаевска репортаж Мурата Джангезова. Почтить память семьи Байрамуковых пришли представители администрации городского округа и района, госуниверситета, общественных организаций, коллеги, ученики, друзья и близкие. В начале мероприятия собравшиеся совершили поминальную молитву, дуа. Выступившие на митинге поделились воспоминаниями о профессиональном и жизненном пути Измаила Байрамукова. Я рад и гордо открывать память на Итусске людям, посвятившим свою жизнь, обучению наших студентов, людям, посвятившим свою жизнь нашему народу, нашему городу. От души сочувствую родственникам потерявших этих людей и считаю, что они сделали много хорошего и они достойны этого великолепия, может, даже больше. Как и все карачаевцы, которые находились в Средней Азии, он испытал довоенные годы, годы Великой Отечественной войны, годы депортации. В суровых условиях ковался их характер. Они, он и его сёстры, учились, старались прекрасно, работали самоотверженно. И поэтому по их труду сегодня мы чествуем и открытием мемориальных доступов. Участники митинга с теплотой и уважением вспоминали славных представителей рода Байрамуковых. Высоко оценили их просветительский труд, культурное и духовное наследие, которое они оставили потомкам. Торжественным открытием мемориальной доски увековечена память отличника народного просвещения, почётного работника высшего профессионального образования, заслуженного работника высшей школы Карачаева-Черкесии, почётного гражданина Карачаевского городского округа Измаила Хазыровича Байрамукова. Измаил Хазырович, сестра его, работали, сёстры работали у нас в университете, имели отношение к становлению нашего университета и его развитию. Мы сохраним память об Измаиле Хазыровича, об этой династии просветителей в наших сердцах. Город Карачаевск известно славился центром Карачаева-Черкесии как город индустриальной интеллигенции, город педагогической интеллигенции. И сегодняшнее мероприятие тому очередное подтверждение. Это человек, который жил всегда для людей, всегда старался всем помочь и молодым, и пожилым, и всегда находил общий язык, всегда он любил жизнь, жизнеутверждающим был человеком, всегда пел песни, всегда был на приподнятом таком настроении, всегда хотел, чтобы народы жили мирно, дружно. А на фасаде соседнего дома открыта единая памятная доска трём сёстрам Измаила Байрамукова, почётным работникам общего и профессионального образования Фатиме Хызыровне, Тамаре Хызыровне и Зоя Хызыровне Байрамуковым. Представители пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии предупреждают граждан, что за нецелевое использование материнского капитала и участие в противозаконных схемах предусмотрена уголовная ответственность. О назначении материнского капитала и о том, по каким направлениям можно использовать сертификат, расскажет Алихан Лепшоков. Из-за участившихся случаев мошенничества с использованием сертификата на материнский капитал представители пенсионного фонда республики отмечают, что распоряжаться средствами могут длиться, получившие сертификат и только по нескольким направлениям, установленным законом. Наша задача – это защита прав детей на жильё и образование, а также соблюдение федерального закона, утверждают работники пенсионного фонда. Согласно действующим нормам федерального закона, распорядиться средствами материнского и семейного капитала по-прежнему можно по следующим видам расходования. Это на улучшение жилищных условий, которые подразумевают несколько подвидов по распоряжению этими средствами, такие как заключение договора купли-продажи, использование средств через погашение кредитов, займов, как первоначальный взнос погашения, так и уплата основного долга. Помимо этого можно распорядиться средствами, направив их на строительство, на реконструкцию объектов жилого дома. Помимо этого можно направить материнский капитал на образование детей, формирование накопительной части пенсии матери, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. До достижения правоустанавливающему ребёнку трёх лет можно распорядиться средствами материнского капитала на погашение кредитов, как первоначального, так и основного долга, и на направление средств на дошкольное образование ребёнка. Хотелось бы обратить внимание граждан на то, что сама услуга пенсионного фонда является безвозмездной, то есть не подразумевает уплату каких-либо пошлин, либо каких-либо тарифов, сборов. Соответственно, эта услуга предоставляется на безвозмездной форме. Работники пенсионного фонда предупреждают, чтобы граждане относились внимательно ко всем предложениям от сторонних лиц за определённую сумму оказать содействие в распоряжении средствами материнского капитала. При обнаружении, что данный сертификат не был использован по целевому назначению, сотрудники пенсионного фонда могут направить сведения о нём в правоохранительные органы. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Такой была уходящая неделя в Карачаево, Черкесии. Какое будет следующее, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Я желаю вам хорошего воскресного дня и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова с 13 по 17 октября в Думе предпринимателя, город Черкеск. В дни осенних каникул с 1 по 3 ноября ГТРК «Регион Тюмень» в онлайн-формате проводит 28-й Всероссийский фестиваль детских радиопрограмм «Птенец» под девизом «Наука творчества». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение конкурса на сайте ГТРК «Регион Тюмень». Налоговая служба информирует о рейдах по выявлению предпринимателей, торгующих на розничных рынках без применения контрольно-кассовой техники. Предприниматели, обязанные применять по виду своей деятельности контрольно-кассовую технику, должны ее установить и выдавать чеки покупателям при продаже товаров и оказании услуг на розничных рынках. На чеке обязательно должен быть QR-код, позволяющий проверить подлинность документа. Контрольные мероприятия проводятся в рамках проекта Федеральной налоговой службы по работе с недобросовестными продавцами на рынках и только в отношении не применяющих онлайн-кассы.